Всем привет! Вы на канале Геолох Латыш. Вторая часть Крыма. Утро. Крым. Сейчас поедем в собачку. Выгуляем. Так, ребята, поднимемся еще на дно. Повыше гору. Посмотрим, что здесь. Ну что, ребята, вот и мы приехали. Хорошо, повезло, что хорошая погода и нету дождя. Если соберетесь на мыс Фиолент ехать, дождь, то здесь на машине не поднимемся, потому что здесь такая гравийная дорога, глинистая, оборонительная башня. А их же много, да, батареи, да, по Севастополю, да? Всем привет! Вы на канале Геолох Латыш. Вторая часть Крыма. Мое путешествие продолжается. Оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайк, ставьте колокольчик. Погнали! Едем выгуливать собачку Галу. Галла. Утро. Крым. Сейчас поедем собачку выгуливаем. Покажем вам обзор природы. Вот такой сзади у меня вид. Кто был, это называется банка. Вот так, ребята, утром пришлось мне подняться раненько, поехать выгулять собаку. Хозяин этой собаки всегда сюда приезжает. Вид, конечно, классный. Даже сейчас мы уехали утром, снимают фильм. Не знаю, какой фильм. Очень много людей. Здесь часто проводятся всякие съемки, потому что здесь всякая местность, как бы, похожая на Кавказ. И плюс, как бы, съемочные команды всегда по поисканам снимают очень много всяких фильмов именно в Балаклаве. Так, ребята, поднимемся еще на дно повыше гору. Посмотрим, что здесь. Здесь первый раз, ребята, честно говорю. Вот сверху Балаклава. Видно, кто был, кто-то сюда-сюда поднимается. Люди летом в жару поднимаются, чтобы посмотреть на горы Балаклавы. Ну что, ребята, классно же. Природа очень красивая. Мне очень нравится сюда ездить, смотреть новые места. Не переключаемся, смотрим это видео до конца. Много будет сегодня интересно. У меня сегодня очень много запланированных всяких планов. Вот такая Балаклава. Ребята, смотрите, там за мной снимают фильм. Так, ребята, ну что, поедем в город Севастополь. Посмотрим мою квартиру, которую я купил в 2014 году, когда было присоединение России с Крымом. Поеду, посмотрю, хочу ключи. Еще ни разу не видел квартиру, 4 года. Знаю, где дом стоит, как мы давно построены. Но в квартиру я ничего не ходил, на 8 этаже она у меня. Лиф не работает, будем подниматься на 8 этаж пешком. Лиф не работает. А кухня вот, да? Да. Ребята, сейчас еду до одного человека. Кто учился в Новочеркасске, его знает хорошо. И увидит в моих обзорах его. Его зовут Леха. Вместе мы учились. В одной общаге жили. Вот еду к нему в гости. Ребята, вот и Алексей. Кто смотрит мои обзоры, к нему заехал. Я приезжаю в Новочеркасск, в Новочеркасске, Севастополь. Новочеркасск приезжаю. Всегда приезжаю к своему другу, к Алексею. Кто жил в общаге, в двойке, в Новочеркасске. Вы его все знаете. Сейчас попьем кофе, посмотрим. Может куда-то сейчас сдвинем с ним по городу. Снимем какие-то обзорчики. Не переключаемся, оставаемся с нами на моем канале. Ставим лайки. Не забываем бить в колокол, подписываться на мой канал. Сейчас заберем Лехиного сына. Здоровенько! Опа! Ну что ты, пятерки набрал? Пятерок, а? Садись. Так, ребята, ну что мы сейчас, короче, отправляемся на мыс Фиолен. Хотим сделать такой обзор. Взяли здесь нашего еще одного пассажира. Маленького со школы забрали. Лехиного сына. И отправляемся на мыс Фиолен. Ну что, ребята, вот и мы приехали. Хорошо повезло, что хорошая погода и нету дождя. Если соберетесь на мыс Фиолен ехать, дождь здесь на машине не поднимется, потому что здесь такая гравийная дорога, глинистая, воронительная башня. А их же много, да, батареи, да, по Севастополю, да? Фиолен. Мыс Фиолен, да, Леха? А, тоже типа батареи? Надо было. Все одно, внутри пойду. Блин, ну красота вообще, реально. Блин, ну красиво, конечно, да? Да, как раз такой. Да, море такое голубое было бы. Леха, слушай, а вот 35-я батарея, она получается там или там получается? Вот там, да, получается? А вон? Это типа как в Казачьей бухте, да, она находится, да, в 35-й батарее? Мы там были как-то с Лехой, приезжали в 2014 году, но она была закрыта. Хотели там погулять, посмотреть. Тоже, если будете, как бы, в Севастополе, тоже рекомендую на 35-ю батарею съездить. В общем, конечно, такое место. Ну да, он даже, он есть пляжик, он там такой вот, ну, песочный. Ну, что, тебе нравится? А? Ты здесь первый раз? Да? Папа, что, не возил тебя? Нет? Ну, ничего. Все впереди. Да, ребята, советую вам приехать. Севастополь на Фиолен, на смотровую. В принципе, здесь легко добраться, можно на маршрутке. Ну, окраине пешком можно дойти, зато этого стоит. Короче, собираемся. Два часа дня. Фиолен сняли, побыли здесь, обзор засняли для вас с Лехой. Сейчас вот Леха приглашает поехать, у него, короче, кум. Малый бизнес города Севастополя открыл шаверму. Я помню. Помнишь, да? Да. Шаверму, да. Ну что, поедем? У меня бесплатная. Попробуем севастопольскую шаверму. Все мне пишут, снимай больше кафе всяких, заведения. Я вот у Алексея спросил, думаю, куда мы поедем. Он говорит, да поехали к Уму, типа, съездим. Шаверму. Сейчас он ему наберет. Мы, короче, московская комиссия с проверкой едет к нему. Пробую шаверму. Короче, шли, шли. Леха нашел такую старую гильзу. Здесь, в общем, шли большие бои. 41-й, 44-й. Вот такие дела, видите. Леха, глаза с ним. Так, ребята, приехали на Солови рынок. Сейчас пойдем, короче, посмотрим, как делают настоящую, короче, крымскую шаверму. Сделаем обзор Лехиному куму. Приехали, короче. Сейчас вот закажем с Лехой по шаверме. Ты будешь там шаверму? Не, не будешь? Вот здесь на рынке есть такое место. Попробуем шаверму, дадим вам оценку. Да, Леха? Попробуем. Нормально, ненормально? Нормально. Нормально? Ну, сейчас посмотрим, как. Пускай кумы-то побольше тебе мяса. Ну, что, Леха, как шаверма кума? Кума-шаверма. А, за что? А, за что, да? Острая, опа. Вот это, да. Почти как локоть шаверма. Ммм. Вот реально хорошая шаверма. Вот реально вкусно. Сразу видно, что все свежее. Мясо свежее. Лаваш. Ммм. Ммм. Мм. 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 Попробуем.